Привет всем! Вы смотрите канал Майи Игрушки! И сегодня мы будем открывать Лол. Это шестая серия в такой коробочке. И тут семь сюрпризов. А седьмая это куколка. Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас моя дочка вам откроет и покажет, какую мы купили куколку Лол. Шестая серия. Тут такая замочек. Покажи, пожалуйста, штрих-код. Мне сюда поверни. Проверим потом, этот штрих-код он настоящий или поддельный. Вот такой штрих-код. Давай, открывай. Купили мы это в магазине в Тюмени, который называется... Мила, в каком мы были магазине? Смешные цены. Да. В каком мы были магазине? Это Малахит. Что? Малахит. Точно Малахит? Точно. Мне кажется, по-другому. Ладно. Сюда показали. В общем, дочка говорит, что это торговый центр Малахит. Недалеко от моста Пермяковского, кажется. И там есть на первом, кажется, этаже, да, смешные цены. Мы его купили за 200 рублей. Не знаю, дети очень любят лол. Я там еще видела такие большие шары. Очень сильно запечатано хорошо, прям до такой степени прочно. Не намочится... Не намочится... Не намочится точно. Покажи, пожалуйста, что там нарисовано. Так. Это тоже бумажечка убирается, да? Убирай. Сейчас еще бумажечку. Это так же, как у меня была. Смайли. Побыстрее постарайся. Я не могу. А ну подбрось. Подбрось. Как он? А, опа. И вот это как? Сейчас. Наклеечки. Давай, давай. Это... Сюда показывай. Это коллекция. Так. Это, короче, две наклеечки. Это... Раскрывай. Это наклеечка, это сумочек. Илла, раскрывай наклейки. Вот эти. Эти? Листочек, пожалуйста. А. Это, конечно, кукол. Это чтобы отмечать, какая кукла есть. Сейчас мы посмотрим. Раскрою положим и посмотрим, покажем, какая у нас. Сюда же будет. Вот. Вот это. Там было написано, вроде бы, 7 подарков. Битылочка. Куколка. Куколка. Голова мягкая. У тебя нет такой, да? Она раздетой, одежды нету, что ли у нее? Есть. Вот она. А, давай, одевай. Мы не хотим смотреть на раздетую куколку. В общем, здесь... Тут очень много. Это платьишко или что? Это костюмчик. Давай. Домашний. Костюмчик не порвется. Это мягкая резина. Мягкая резина. Ну-ка, дай запах. Понюхай, воняет? Нет. Дай. Даже колпачок. Воняет, мило. Да, поскольку есть запах... Тут даже две бутылочки. Я вам не советую покупать такую. Это не оригинальная. Подожди. Это подделка. Подожди, подожди. Оригинальная. Подожди, подожди, подожди. Подожди. Вот такая вот голова. Ну-ка, подожди, дай голову понюхай. Нет, запах есть у куклы. Запах есть у одежды. Друзья, я вам не советую покупать в смешных ценах эту куклу, потому что... Вот расческа, вообще ничем не пахнет. Вот такая сама куколка. Знаете, мы покупали лол другую. Это маленькие сестрички. Мы ее помыли с мылом, и почему-то запаха больше не было. Мы посмотрим, мы вам потом скажем, останется запах или нет. Просто если в кукле есть запах, вот шарик исключительный вообще не пахнет ничем плохим. Вообще. Если в кукле есть запах... Ну-ка, упаковку сейчас понюхаем. Упаковка тоже ничем не пахнет. Если в кукле есть запах, это значит, канцерогены. Ребенку опасно играть с такой куклой, и опасно с ней тем более спать. А дети, они засыпают с куклами. В общем, мы ее помоем, конечно, и потом завтра вам... Запах, конечно, такой приятный, какой-то конфетный, знаете, как жвачки. Но я читала, что... Даже большая, даже не вставляю. Я читала, Мила, дай скажу. Я читала, что если запах хоть какой есть, это значит, что маскировка плохого запаха резины. Пахнет реально конфетами. Но это не обольщайтесь, не думайте, что это хорошо. Значит, покажи по рисунку, какая у нас кукла. Тут, наверное, не сказано. Что-то мы такой куклы тут даже не находим. Ну, дай куклу мне. Вот такая. Кудряшка. Две наклеечки. Что-то мы такой куклы даже тут не находим. Вот сама наклеечка. Вы знаете, тут такой куклы даже нет в такой одежде. И вот такие. В общем, это, наверное, подделка. Мы по штрих-коду посмотрим. Я бы ее, конечно, не купила. Но ребенок хочет. Просто мы там были случайно. Купили шапку. Дайте шапку я покажу. Шапку дайте. Вот такая бутылка. Мы купили шапку за 200 рублей. Ну, обычная шапка. Шапка хорошая, ничем не пахнет. Шапка теплая даже, я бы сказала. Тоже это смешные цены. Сшита довольно аккуратно. Никаких нигде нет. А вот с куклой нам, конечно, не повезло. Ладно, всего доброго. Помоем куклу и посмотрим, выветрится запах. Хотя я сомневаюсь. Даже если ребенок ваш будет играть этой куклой на свежем воздухе, если он не будет с ней спать, это не так смертельно. И руки хорошо нужно будет помыть потом. Подожди сейчас. Но если... Ну, когда я куплю оригинальную ей куклу, честно скажу вам, я эту выброшу. Всего доброго. Спасибо.